Комик Комик Очень рада ее видеть. Они тут поселились в городе Батьям. Представляете? Прекраснейший город Батьям. Я там часто бываю по делам. Столица Украины. Странное словосочетание, да? Ездить по делам в Батьям. Как будто бы забыли слово уголовным. Да, исторические места Батьяма. Мы узнаем про них чуть-чуть попозже, возможно, или нет. Давайте мы начнем. У нас сегодня будут выступать мои любимые комики. Сейчас я на эту сцену позову моего любимого комика, традиционного комика, который всегда выступает первым. Первым выступать всегда сложно. Давайте его тепло встретим. Это Марьян Беленький под ваши бурные аплодисменты. Девушки отдыхают Девушки отдыхают, у меня голос меняется. Если у меня будут неправильные трусы, у меня будет вот такой голос. Поэтому все это зависит. Я по голосу, когда мне звонят, по голосу я сразу определяю, если меня хотят наебать. Звучит это примерно так. Здравствуйте, меня зовут Маша, я из фирмы Зайнбетахат. Мы хотим вам продать наше говно. Наше говно самое говненое. Бан и нахуй. Не, наоборот. Сначала нахуй, потом бан не спутайте. И совсем другое дело, когда говорит солидный человек с хорошо поставленным голосом. Слышно, что он там сидит в кабинете в галстуке и в пиджаке. Марьян Давидович, сразу понятный, что человек из России. Мы хотим пригласить вас на выступление. А вы кто? Я председатель правкома, сотрудников российских спецслужб в Израиле. Вы же не откажетесь выступить для доблестных российских разведчиков. Первый вопрос, как обычно. А что вы платите? Тысячу долларов наличными. Ну ладно. Только наперед, я же вас знаю, вы же наебете. А как вас найти? Ну это просто. На Тахане Меркозит, в Тель-Авиве, в Тахане будет стоять большой автобус с красными буквами на борту. Большие красные буквы. Russian Secret Service. Русскими буквами. Туда зайдете, мы вас отвезем до выступления. Выступите, получите бабки. И действительно, не наебали. Я выступил. И вот самая реприза, которая им больше всего понравилась. В городе Каракасе родилась девочка. Счастливые родители решили назвать ее в честь Владимира Владимировича Путина. Девочку назвали Оливия Оливарес Мерседес Дахуйло. Красиво. Вот. Я выступил. Потом танцы были. Подходит ко мне их неглавный и говорит, Марьян, вы так прекрасно выступили. Давайте мы вас на работу возьмем. Консультантом по Новому Блядскому Востоку. Десять тысяч долларов зарплата. Ну, хорошо говорю. У меня даже есть план решения Ближневосточного конфликта. Они настрапалились, достали свои шифровальные блокноты. Я выхожу на трибуду. План решения Ближневосточного конфликта. Пункт первый. Арабы идут нахуй. Все записали? Это весь план. Они бросаются ко мне обниматься. Марьян, вы гений. Мы так мудохаемся с этими арабами сто калер. Оказывается, все так просто. Я говорю, да, но мне, пожалуйста, гонорар за консультацию. Сто тысяч долларов. У меня счет в Москве в Альфа-банке. Там где-то рядом памятник Маршалу Жукову с шашкой. И там слова золотыми буквами. Это знаменитые слова. Бабы других нарожают. И вот что обидно. Памятник какому-то сраному маршалу есть? А мне памятника нет. А мне не в Киеве. Ну, хотя бы здесь, вот на углу Хашманаим. Я сижу на коне с шашкой на голову. Надпись. Заменить. Нет. Мастеру слова. Несензурного. Переводчику въезда на русский и украинский. Все возлагают к моему подножию цветы. И рыдают. Какого человека потеряли? А я наклоняюсь по стаменту и говорю. Мудаки. Раньше где вы были? Пока я еще был жив. Вот цените, пока я жив. Давайте еще раз поаплодируем Мариану Беленькову. Отлично, отлично. А сейчас на эту сцену выйдет еще один любимый мой комик. Давайте его тепло встретим. Это Максим Сотников. Ваши теплые аплодисменты. Спасибо, спасибо. Знаете, такое сбитый приемство, наперси, когда они просят похлопать, если у вас такое было или что-то. Я попрошу вас об этом всего один раз. Один раз похлопайте, а потом можете убрать руки куда-нибудь в карманы. Если у вас нет в карманы, можете убрать руки в карманы другому человеку. Похлопайте, если вы согласны с таким утверждением, что над отношениями нужно работать. Это что за херня вообще? Ну, то есть, у меня уже есть работа, и последнее, что я хочу делать, это возвращаясь вечером с нее и еще немного поработать над отношениями. Ну, типа, можно мне сразу какие-то отношения уже в рабочем состоянии найти? Это очень странное выражение. Мне кажется, его придумали люди, у которых нет работы, и они таким образом оправдывают себя. Мне одна знакомая заявила, что я уволилась, я хочу сосредоточиться над своими отношениями. Ну, это странно, если бы... Ладно, если ты содержанка, либо у тебя есть родная бабушка 90-летняя, у которой есть квартира в Тель-Авиве. Тогда, да, в этом есть смысл, можно поработать над отношениями. Теперь я понимаю, почему в Израиле примерно 20% невакцинированных людей. Они просто ждут удобного случая, чтобы навестить пожилых родственников. Вообще, если отношения — это работа, то вообще мне положен, типа, отпуск. Как насчет этого? Если я застряну в какой-нибудь застарелой организации, можно мне перевести в какой-нибудь молодой стартап. В общем, в таком духе. Либо если мои отношения закончатся, то государство должно компенсировать мне 70% моих отношений. Можно хотя бы так. Хотя я думаю, зная государство, что они просто в эти 30% засунут секс и оставят мне все остальное. Поэтому я возьму свои отношения в свои руки, буду работать над ними до кровавых мозолей. И, да, выстрою как-то так. Из хороших новостей хорошо, что отношения пока еще не слишком похожи на формальную работу. Просто представьте, какие были бы странные собеседования. Ну, давайте посмотрим на письмо с вашими характеристиками с прошлых отношений. Итак, кто у нас? Секундочку. Давай, давай, давай! А, стрессо-неустойчивость, однозадачность, перфекция хуист, ярый борец за одеяло, просто завидный жених. И все это странно. И я понял, что если, окей, если отношения это работа, то можно я хотя бы применю схемы из израильского хай-тека. Вместо того, чтобы работать над отношениями самостоятельно, я просто найму двух индусов. Они будут делать за меня. И так я стану, быстро стану большим начальником в отношениях. Просто буду лежать на диване, сам выстрою систему, и они сами там будут как-то ебаться без меня. Я с этим справлюсь. На этом мне все. Спасибо. Давайте еще раз поаплодируем Максиму Сотникову за интересные мысли. И давайте дальше продолжим. Инсульт, извините. Так, сейчас на эту сцену выйдет еще один любимый комик, но она выйдет выступать здесь. Впервые. Давайте ее особенно тепло встретим. И это Екатерина. Давайте ее поприветствуем. Всем добрый вечер. Как настроение? Если не тишина, уже неплохо. Итак, меня зовут Екатерина. И я счастливая обладательница мамы-гинеколога. Ну, казалось бы, по логике вещей, я сэкономила на враче. Но по факту я потратила намного больше на психолога. Короче, поскольку у меня мама-гинеколог, а мне немножечко уже за 30 переваливают, да? Разговоры с мамой совсем не те, что раньше. Потому что раньше ее интересовали разные сферы моей жизни. Такие как, где ты? С кем ты? И чем ты занимаешься? Логично. Мамушка-гинеколог. Теперь у нее остался только один вопрос. Ты беременна? Вот прям сейчас. Желательно вчера. И я на это скромно пытаюсь ответить. Мамуль, ну ты понимаешь, там я рассталась. Там мне наплевать на твои отношения, Катя, ты забыла про процесс? В хорошем случае это 3 минуты. В плохом 30 секунд. Тебе напомнить? Спасибо, мамуль, я об этом и так слишком много знала, уже в 6 лет. Короче, у меня скоро день рождения, и мама решила мне сделать очень особенный подарок. Она так и говорит, Катюша, ты много путешествуешь? Я купила тебе ячейку в банке. Я, честно говоря, обрадовалась. Очень. Подумала, класс, наконец-то все мои драгоценности будут в одном месте. Пока не узнала, что это банки яйцеклеток. Ну, как по драгоценности, конечно. Но мы не совпали во мнении. В общем, по ее логике получается, что она просто сдалась выдать замуж меня и будет выдавать меня по запчастям. Ну, видимо, женихов мы будем искать в банке спермы, я так понимаю, да? Ну, либо так, либо так, правда. Просто она, может быть, настолько хочет внуков, что убирает посредников. Короче, если очень честно, 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 я эту шутку придумала. Но вот зачем-то я реально ее рассказала маме. И теперь проблема действительно не только у меня, но и у моих яйцеклеток. И то есть приходится объяснять, мам, ну ладно, тебя они еще молоды, они еще мир не видели. Погода. Вы заметили эту тенденцию, что сейчас очень многие, ну, очень модно сейчас в интервью, жаловаться, что со всеми мало говорили о сексе? Да, со мной мало говорили. Не только в интервью, но и у нас в зале. Так вот, короче, у меня полностью обратная ситуация. Но чтобы вы понимали, мой первый молодой человек думал, что у него маленький. Так вот, я знала, что у него маленький. Хотя это был единственный член, который я видела на тот момент. В общем, на самом деле, с мамой-гинекологом очень весело было взрослеть. Ну, например, я всегда знала, когда мои подруги начинают жить половой жизнью. Ну, просто они уже звонили, не мне. В общем. Темперамент у моей мамы, конечно, еще тот. Это надо знать. Поэтому я искренне не понимаю, когда мне говорят, что ты такая эмоциональная, все дела. Ну, потому что в своей семье я реально самая нормальная. И не важно, что от меня отказалось 16 психологов. Не важно, не важно. Короче, когда-то я хотела стать психологом, но мне сказали, что все психологи — это психи. Вот с их точки зрения это было возражение. А с моей удачное совпадение. Всем спасибо. Отличный вечер. Спасибо большое. Екатерина, давайте ей еще раз поаплодируем. Супер, супер. Кстати, о психах. Давайте позовем на эту сцену еще одного любимого комика. Это девочка. И особенно давайте встретим это Соня Райт. Эй, здорово, 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 здорово. У меня всегда проблема тебе в дизайре. Я всем оформляю поддельный тафьерок и не успеваю выучить свой текст. Так что давайте поддержите меня. Давайте еще раз поаплодируем Екатерине. Причина, по которой я бы никогда не вышла замуж в Москве, да, поэтому я репатриировалась. Вот, на самом деле я хотела поговорить сегодня о том, что я расслабилась в плане своего стиля. Вот, вы, наверное, сегодня видите по мне. Что я одета нормально, но явно на вещи были скидки, наверное, да, на какие-то, в которые я одета. И, на самом деле, это удобно в стендапе, что не нужно сильно заворачиваться над внешностью, потому что, в принципе, это место, где талант важнее внешности. Правильно, Родиона? Ну, как бы, окей. Вот. Стендап — это единственная сфера шоу-бизнеса, где нельзя сделать карьеру через постель. Потому что я пыталась, да, мне просто не перезванивали, но я пыталась, пыталась это сделать. Теперь я организатор, так что, может быть, поменяются какие-то законы. Вот. И, вы знаете, мне кажется, что я расслабилась в плане стиля, потому что я работаю в очень большом коллективе, где куча, куча мужиков, куча мужиков, все такие альфа-мужчины. И от безвыходности, просто от безвыходности ко мне в течение дня кто-нибудь подойдет и сделает комплимент моей толстовке. Вот. Поэтому у меня начала расти самооценка. Вот. И вы знаете, что мне, как организатору клуба, мне нужно иногда ходить на всякие там дружественные тусовки, светить лицом, заводить знакомство. Недавно со мной произошла прикольная история. Я была на мероприятии. Вот. И я пришла туда пораньше, я общалась с организатором, и вдруг заходит просто потрясающая девушка модельной внешности бросается в объятия к этому парню, говорит, Саша, привет. И поворачивается ко мне и говорит, слушай, принеси мне стакан воды, хорошо? Ребята, помогите просто низкое самооценка. Я не знаю, что делать в такой ситуации вообще? А я говорю, что? Она говорит, ну, принеси мне стакан воды. И знаете, типа, ну как бы, я понимаю на самом деле, что это манипуляция. Я книгу прочитала вообще про эти вещи в психологии. Вот. Поэтому я спросила ее, с газом или без. Вот. Не знаю, что делать в этой ситуации. Мною манипулируют красивые девушки. У меня есть комплексы. Мне кажется, там такая была гламурная вечеринка, там были такие красивые девушки, что мне там просто шиши ее и воды надо было ходить и раздавать. Если честно. Ну, вот. Как-то вижу себя в этом. Прям вижу, как меня подъебывать будут через месяц по поводу этой воды. Вот. Ну, ладно, ладно. Вот такая вот история. Чуть-чуть не написала ее. Ну, давайте немножечко расскажу про мужа своего. Мы недавно с мужем отпраздновали юбилей, 7 лет отношений. Да. Браво. Ну, как отпраздновали, знаете, такие вспомнили. О, октябрь, знаете, такие вспомнили. Очень завидую людям, которые вообще помнят про даты, планируют что-то. Вот. Потому что у нас обычно такой маленький мини-семейный совет. Мы такие, ну, что, ничего не дарим? Он такой, ничего не дарим. Дорогие. Ипотека. У кого ипотека? Поаплодируйте. Все богаты? Да, у нас ипотека. Да, у нас ипотека. Не дарим подарки. Вот. Ну, на самом деле, он решил мне сделать сюрприз. Прикиньте, просыпаюсь, утром прихожу на кухню, там лежит черешня. Я такая, ты же моя зая. Спиздил с корпоратива вчера. Зая. Знаете, есть вот мальчики, да? А есть мужчина. Вот я говорю, ты мужчина? Он говорит, я хотела арбуз спиздить, но тяжелый. Вот такие у нас отношения. Да, вы знаете, мне кажется, что очень важно, чтобы у человека в отношениях, ну, лично для меня, чтобы было чувство юмора, знаете, чтобы можно было пошутить перед сексом. Типа такого. Я недавно общалась с чуваком, и, ну, тоже там, в плане мероприятия, какое-то такое было общение. Он мне вдруг резко говорит, знаешь, я бы не мог встречаться со стендаперками. А я такая, ну, как бы здесь только мы, и я ничего не предлагала им. Ну, то есть чувак виртуально пошел со мной на свидание у себя в голове. Я подъебала его виртуально, он виртуально меня бросил, да? То есть, как бы, примерно вот такая ситуация произошла. Да. Ну, это странно, я действительно ему ничего не предлагала. Вот. И для себя я вывод сделала в отношениях. Самое главное, что? Самое главное, дать человеку шанс сводить вас в ресторан, да? Ну, то есть, как бы, когда я познакомилась со своим будущим мужем, я познакомилась не со своим будущим мужем, я познакомилась с чуваком, у которого была машина, который возила меня в ресторан. У меня не было денег, поэтому я с ним очень долго ходила на свидание и влюбилась. Вот. Поэтому не берите советы у меня в отношениях. Это то, что вам сказать. Ну, я съехалась с чуваком, потому что у него тупо была сушилка для одежды. Не спрашивайте меня, советуем. Вот. Ну, наверное, это все. Все про отношения, про отношения. И специально вот для столика буду рассказывать еще небольшой блог про домогательство. Давайте про отношения поговорили. Давайте поговорим про домогательство. Давайте, девушки, поаплодируйте. Все домогаются везде, всегда. Это отвратительно. Мне кажется, что у меня уже скоро будет высшее образование в колледже по этому поводу. И, вы знаете, недавно произошла просто такая ситуация стремная. Я почувствовала, что ко мне пристает коллега на работе. Ну, было очень неприятно. И как-то я ехала на работе, и прямо в маршрутке чувак положил мне руку на колено. И я такая, меня что, домогаются по работе по дороге на домогательство? Типа, это что? И я не знала, что ему сказать, как бы, в этой ситуации. Я просто сказала, извини, чувак, у меня домогательство с 8.30, я занята уже. Сори, бро. Никак не могу. И, вы знаете, очень какое-то странное чувство, когда к тебе начинают приставать. Босс, особенно, ты такой, спасибо. Ну, как бы, где мое повышение? Я не знаю, может быть, от этого будут какие-то плюсы. И, вы знаете, очень странно, когда на работе говорят, что у нас в компании семейная обстановка, да? Ну, это странно. Ну, здесь никакая семья, да? Что это за семья такая с инцестом? Ну, как бы, есть разница между папой и папиком. Вот, ну, что значит семейная обстановка? Вы что, передариваете подарки друг другу? Я не знаю, в туалете сидите с открытой дверью. Что значит семейная обстановка? Вот, ну, и, наверное, закончу, знаете, на том, такое интересное наблюдение. Вот тут просто, наверное, его слышали. Поэтому не аплодируйте, да? Вы знаете, я консультировалась с адвокатом и узнала очень интересный факт, что если вы получаете рабочую травму на работе, компенсация за это меньше, чем если бы за вас домогались. Я рекомендую вам получить травму и сломать ногу об чьей-нибудь стоящий член, желательно. Поэтому у меня, наверное, все. Спасибо огромное. Это была Соня Рай. Давайте еще раз поаплодируем. Отлично. Ну, а сейчас продолжим в том же темпе, потому что на эту сцену поднимется мой любимейший комик. Это Саша Бельковский. Давайте ему поаплодируем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok И мне кажется, что они с тупыми вопросами обращались сразу к Богу, типа «Окей, господи, сколько калорий в яблоке? Ева, ты что, совсем охуела?» И змеи в кустах. «Кушай, кушай, нормально, диетическое.» Да. Вообще, ну, в интернете много крутых вещей, но в последнее время его заполонили всякие курсы, тренинги. Они просто везде, и меня это раздражает, потому что я чувствую себя, как будто я в дорогом бутике, и до меня доебывается продавец-консультант. Вам что-то могу мне подсказать? Криптовалюты, программирование, может быть, дизайн. А я просто, как нищий, долбаю, такой, типа «А есть это дело с такими вопросами? Очень хочу узнать, как какую-то рыбу?» Да. Слиха, на секунду. Я, если честно, пропустил тот момент, когда люди в интернете перестали веселиться и начали расти, сука, как личности. У вас есть такой друг, который постоянно что-то учит? Заведешь его в бар, он, я не могу, смотрю вебинар по выстроению отношений с девушками, ты порно смотришь. Причем, знаете, я, скорее всего, без девушек. И моя главная претензия ко всем этим курсам, тренингам, статьям в интернете, то что из-за них у нас теперь целая планета уебанонов, которые думают, что они в чем-то разбираются. Я в первую очередь говорю, да, об антипрививочниках. Спорили с этими уебанами? Векторная вакцина не до конца изучена, я ее не доверяю. Ты, блядь, на заводе работаешь, в том случае арифметика не до конца изучена. Не доверяю вакцинам и обыкновенным дробям. Вот такой он человек. Я тоже не знаю, как работает векторная вакцина, честно. Я понятия не имею, как работает вся техника у меня дома, но я при этом не бегаю с криками, что холодильник, будешь меня чипировать. Не, вообще, на самом деле, стоит похвалить антипрививочников, потому что они молодцы. Выглядеть главными дубовами на фоне плоскоземельщика — это прямо достижение. У них много каких-то странных аргументов. Например, они говорят, что некоторым людям вакцина противопоказана. И это правда, но они всегда приводят тех людей, у которых противопоказание не к вакцинации, а противопоказание к жизни, блядь. После химиотерапии, с запущенным спидом, нет одного легкого. Им не опасно вакцинироваться, им опасно вставать с кровати, это разные вещи. И еще говорят, что вакцина может изменить мою ДНК. Ну, блядь, может быть, ты хоть так перестанешь считать по слогам? Попробуй. Вакцина может изменить твою ДНК. Блядь, бред какой! Вот я ни разу не видел никак... Эфиопа, который ходил и говорил, что до Файзера, блядь, был белой женщиной. Будьте здоровы! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, всем привет! Меня зовут Даниэль. Я давно не выступал, это мой первый раз, поэтому я буду с листочком и книжечкой вот такой вот, если вы не против. Так вот, как я уже сказал, меня зовут Даниэль. Полтора года назад я решил, что мне нужно попробовать что-то новое, секси, и сбрело в голову новая поза, короче, называется вертолет. Есть кто знает, что это такое? Нет, окей! Для тех, кто в танке, для тех, кто в танках. У вас есть партнер, ну давайте будем неполиткорректно, в моем случае это девушка, она становится раком, а вы как бы с другой стороны сверху в нее залетаете, понимаете? И начинаете раскручивать. Эффект, наверное, я вам скажу попозже, какой эффект, окей? Заебись, короче говоря, эффект. Так вот, ну была одна проблема, почему полтора года назад? Я запишу. В вертолет не раскручиваетесь. Вы можете в любую сторону, хоть почасовой стрелке, вообще против часовой даже получше. Короче говоря, я подумал, ну почему полтора года назад, да, такой? Можешь сразу. Но у меня была проблема, у меня был лишний вес, я весил около 130 килограмм. Представляете, если бы я забрался на девушку, да, это была бы вторая часть книги «Путешествие к центру земли», мы бы точно не взлетели, а наоборот только вниз пошли при этом раскручивании. Я понимаю, да, для этого нужно было похудеть, и это была моя мотивация. Кто-то хочет похудеть, чтобы носить красивые шмотки, кто-то хочет похудеть, чтобы понравиться какой-то тёлке. Я же хотел просто сделать бляски вертолёт. В чём, понимаете, в чём суть? Вообще, даже когда я был за сотку, я реально ебался как зверь. Правда, раненый, но ничего страшного. Первым делом, чтобы достичь этого эффекта, я подумал, нужно залезть в интернет и чекнуть инфу. Я в чеку инфу, значит, чтобы похудеть, нужна диета. Ну окей. Исключаем мучное, сладкое и алкоголь. Знаете, я прожил 20 лет из своих 24 в странных химках. Я, сука, ни разу жирного алкаша не видел. Я не понимаю, как я должен стучить алкоголь. Я решил, ну, как бы, алкогольная диета — это мой вариант. Я вышел в интернет, что Леди Гага похудела 14 килограмм, каждый день употребляя виски. Но я решил, блин, заебись, я тоже так хочу. Короче, начал пить виски, но результат мне не понравился. Дело в том, что я начал ловить ТСМ-ные вертолёты, но не те, которые я хотел. Думаю, окей, алкоголь мы исключаем, к сожалению, и начинаем переходить на мучное и сладкое. Точнее, отказываться от этого. А я вообще поступил ещё очень хитро, я говорю своим другом, потому что я пиздец, какой хитрый тип. Я сажусь на диету, я не буду есть мучное и сладкое. И тут каждый друг становится как КГБшник или какой-нибудь МИ-6 лимосад. Они следят за тобой, чтобы ты не сожрал ничего лишнего. А если они спалят тебя, то тебе дадут в рот. Ну, возможно, хлебушком или чем-то таким, чтобы до конца тебя добить. Ну, я думаю, ладно, это точно не для меня. Мне, блин, реально такие способы подходят. Я пошёл в спортивный зал. И, знаете, делаю там гриф семь килограмм всего. У меня мышц ни хуя нет. Подходит какой-нибудь качок и начинают. Слушай, ну тебе ещё рано заниматься. Давай гречечка, курочка, ко-ко-ко-ко. Сейчас мы сейчас всё это сделаем. Будешь мышцы качать, будешь заебись. Я думаю, да шо ты тип? Я типа нормально занимался, ты мне помешал. Но есть ещё другие типы в зале. Знаете, когда я весил 110, у меня попа была очень большая. И как-то ко мне подходит мужик, прям летящий, подходкой такой. Он даже плечиками немного подыгрывает и говорит, Слушай, у тебя мышц нет? Ну, у меня есть протеиновый коктейль. Органически хочешь, угощу? Я думаю, типа, тебе это не нужно. Нет, спасибо. И я решил, что ешь и худей – хорошая идея. И есть у меня способ. Я его сам для себя разработал. Мужики, если вы хотите лишний КГС убрать с боков, вам очень понравится. Называется «Ешь и худей». Еще раз. «Pussy eating». По-русски лизать пизду. Ноль килокалорий плюс постоянное употребление жидкости. Но в перерывах между этим вы можете еще тоже водички попить 2-3 литра, если хотите. Можно пить? Нет, пить нельзя. Но если кто в перерыв? А колу можно? Колу. Ноль килокалорий. Обыкновенная кола. Обыкновенная кола. Обыкновенная кола. Знаете, я не знаю, как закончить скандап, потому что я еще не достиг тех форм, которых я бы хотел, но поймите правильно, недавно у меня был тот самый вертолетный секс. Да, да, не удивляйтесь, вертолетный секс с окончанием на лицо, я попрошу. Да, да, не удивляйтесь, меня выебали в жопу. Нет, это шутка. Окончание на лицо не было, да. Знаете, я не знал, как закончить скандап, поэтому, когда ехал сюда, какая-то такая мудрость израильская голову пришла, что жизнь или жить и вообще в обществе нужно как шабатный автобус, чтобы тебе все знали и слышали, но никто на тебе не ездил. Спасибо. Это был Даниэль, давайте ему еще раз поаплодируем. Супер, супер. А сейчас на эту сцену выйдет еще один мой самый любимый комик. Под ваши бурные аплодисменты сюда приглашаю Аделину Гайдфай. Всем привет еще раз. Всем привет. Сейчас до меня выступал Даниэль. Он рассказывал про свои сексуальные разнообразия в сексе. Я расскажу, что это значит сексуальное разнообразие после тридцати. Значит, мы с мужем решили попробовать для разнообразия грязные словечки в постели. Ну, в смысле, во время секса нет такого, что у меня муж просыпается и говорит в постели с добрым утром, грязная шлюха. Это... Нет, нет. То есть, во время секса мы решили попробовать. Возможно, возможно, вы скажете, что грязные словечки это так себе разнообразие в сексе, но это вообще не так. Я сейчас вас разубежу. Значит, послушайте. Шлюха. Грязная шлюха. Дешевая шлюха. Мужики, тут главное не ошибиться, потому что вы ходите очень по тонкому льду, очень опасно. Сказал случайно жирная шлюха. И все. Умер. Сказал случайно старая шлюха. И все. Инвалид. Вот это очень опасно. И еще. И еще. Очень странно. И очень стрёмно. Во время секса за восемь лет брака в полнейшей тишине внезапно услышать шепот мужа «Шлюха». Это как будто бы она прямо сейчас в комнату вошла. Типа «Шлюха! Шлюхер! Печься!» И у меня есть такой небольшой совет девочкам. Девочки, если вдруг во время секса ваш партнер называет вас шлюхой, то не надо шутить. В ответ «Милый, ты вспомнил свою маму». Не стоит. Вернее, не стоит потом. Ну, в общем, вы поняли. И я подумала, что, в принципе, ну, мужу понятно, да, там, какие грязные словечки, как меня что называть. А мне вообще не понятно, как его называть грязными словечками. Какими? Ну, типа, там, кобель. Ну, не настолько я хочу разнообразия секса, чтобы представлять, как меня ебет кобель. Правильно? Ну, там, ну, какие? Ну, например. Жеребец. Жеребец. Ага. Теперь жеребец. Тоже животная тема. Фу, мерзость какая. Нет. Ну, в общем, я не знаю. Я очень долго думала и поняла, что, в принципе, странно будет, если я во время секса скажу какое-то необычное слово, типа, там, фу, вонючка. Ну, типа, не знаю. Но будет очень странно. Но муж не смеялся. Муж не смеялся. Хорошо, что девочки посмеялись. Спасибо. Я бы хотела поговорить немножечко про сексуальное воспитание, про детство. Вот сейчас Екатерина, простите, я сейчас буду различать, я буду различать, рассказывала. У меня было просто необычное детство. Дело в том, что меня, моего старшего брата, очень сильно любила мама. Нас мама так сильно любила, что, когда мне было десять и моему брату одиннадцать, она свалила в другой город к мужику на десять лет моложе. Чё, да я сама охуела. Оказывается, быть Милфи у меня в крови. Ну, да, я не знала, я не понимала, почему в десять лет наша мама бросила и уехала в другой город. Но я точно знала, что мама не вернется никогда. Потому что в набережные челны. А чтоб вернуться в набережные челны в качестве аргумента двоих детей недостаточно. Мне кажется, моя мама когда-то услышала и буквально восприняла фразу «всё, что было в набережных челнах, останется в набережных челнах». И оставила нас. Да, конечно же, я злилась на всю эту ситуацию. Я злилась. Да, моя мама просила называть это ситуацией. Какой интересный синоним к слову «пиздец», правда? Когда меня спрашивали, где моя мама, то есть всегда и все, я любила рассказывать, что моя мама уплыла далеко за Атлантический океан на большом корабле. Встретила там художника из Висконсина и влюбилась с него по уши. Но внезапно этот корабль начал тонуть. И этот художник спас мою маму, он вытащил её, и она замерзающим голосом кричала ему «Не оставляй меня, Джейк! Не замерзай, Джейк! Я люблю тебя, Джейк!» Но он умер. Как и мои способности убрать, вы поняли, да? Спасибо, спасибо. Да, как такового сексуального воспитания у меня не было. Про месячные я узнала от тёти, про секс от дяди. Ладно, ладно, я шучу, они вместе всё показывали, ну... Папа не подарил мне куклу, вместо этого он отдал свою резиновую. Говорит, на, вот, играйся в дочки-матери шлюхи. Да, было сложно покупать себе средства для личной гигиены, потому что приходилось доказывать папе, чем это прокладки лучше, чем пиво. Да, я даже презентацию рисовала своей кровью. Не, на самом деле я нашла один единственный аргумент в пользу прокладок. К прокладкам не обязательно покупать рыбу. Папа научил меня водить машину в двенадцать лет, потому что пьяному бате за роль нельзя, а мне в двенадцать с похмелья можно. Я из того, что росла с мужчинами, с мужем, с папой и с братом, я очень долго не хотела выходить замуж. Ну, я, как вы знаете, замужем. Да, как же так вышло, что я вышла замуж? Да, я люблю мужа. Да, залетела. Но замуж я вышла за него не поэтому, а потому что он у меня убирается, готовит, у него большой член, он стирает. В общем... Не, на самом деле я... Я хочу сказать, что я обожаю свою маму, я обожаю свою папу, я очень рада, что я выросла на членах с отцом. Меня научили основополагающим вещам в жизни. Значит, я научилась базар фильтровать, на весу не наливать, ложные опята отличать и не все, что дают в рот брать. В общем, основополагающие. Я тут подумала, что на самом деле, на самом деле, по факту, я научилась двум основным вещам в жизни. По факту, это правда. В набережных членах то, что я выросла с отцом, меня научило двум основным вещам. Первое, это быстро бегать. И второе, это убегая, не забыть, блядь, своих детей. Вот чему меня научила эта жизнь. Да, спасибо. Я бы хотела чуть-чуть поговорить еще про детство. Дело в том, что у меня было шикарное детство. Я сказала, что я обожаю своих родителей, у меня было шикарное детство. И вот я смотрю на детство нашего поколения, наших детей, и я понимаю, что мне дико бесит, меня обидно, что у наших детей детство намного круче, чем у нас, а они это не ценят. Вообще не ценят. Я дарила своей дочке на пять лет планшет и оттолкнула ее с криком, чур я первая. Потому что я завидую, я завидую. Знаете, что мне в детстве подарили на пять лет? Желтую лопату. Я хотела собаку, я просила собаку, а мне подарили желтую лопату. Видимо, чтобы я эту собаку, блин, откопала. И мне очень обидно, потому что мы подарили дочке на пять лет планшет. Планшет, понимаете? Если бы мне в детстве моем подарили на пятилетие планшет, я бы подумала, ну все, это мой последний подарок. Ну что дальше? Химиотерапия, меня отдадут детдом. Ну, как вы думаете, через сколько месяцев моя дочка разбила планшет? Два дня. Два дня. Два дня. Два дня. Просто швырнула его со всей дурия в стену, потому что проиграла в какой-то игре. И я ее даже не ударила. Да. Я ее даже не ударила. Да, у дочки пополнился словарный запас, и как она говорит ей теперь «похуй». Но в этом-то и проблема, понимаете? Она знает, что она может разбить телефон, планшет, сломать мебель, со что угодно, и ничего не будет. Ничего. Я в детстве буквально боялась, что меня убьют, если я случайно сниму с пульта от телека пленку. Понимаете? А им плевать, им просто плевать. И у них сейчас куча разных есть мультиков, просто вариантов, мультсериалы какие-то, тикток, куча блогов. И мой сын устраивает истерику, если я его включу мультик про трактора, а не про Влада А4. Это просто невыносимо. Я как-то случайно включила видео, и там мамаша с титьками наружу и в мини-юбке пела песню «Мама-пальчик, мама-пальчик, где же ты?» Я тут же выкручила, потому что стало страшно, что сейчас появится «Папа-пальчик» или «Папин пальчик». У меня были другие мультики в детстве, да, у нас было тюремное расписание в 9 часов вечера, спокойной ночи, малыши, и все. Опоздал, все, остался без мультиков. Потом сиди и пересказывай его сам себе, потому что помнили их наизусть. И эти мультики страшные, артхаусные мультики советские, помните? Это пластилиновая ворона, этот ёжик в тумане, это карусель ебучая, они все очень-очень-очень странные были. Реально по советским мультикам сразу понятно, что в СССР секса не было. А вот наркотики были. Наркотики точно были. Я тут поняла, что если вдруг сейчас отправить мою дочь в мое детство, в мое время, она ведь не выживет. Она выйдет на детскую площадку и обосрется от страха. Потому что детская площадка была стройкой в соседнем дворе. И там были опасности просто на каждом углу, на каждом углу. Мы могли получить пиздюлей даже от качели. И эти качели, они же всегда скрипели, всегда жутко скрипели. И обязательно какая-то собака рядом без хвоста, потому что соседские дети дебилы случайно его отрезали ножичком. Потому что дети играли в ножи. Это было жуткое время, дети играли в ножи. Сейчас мой сын выбрасывает горы Орео, потому что он не хочет. Дочка у меня выбрасывает горы конфет, потому что они не розовые. И я в своем детстве за ништяки готова была убивать. И я реально помню, как один парнишка, пацан забрал мой сникерс. Так я буквально, я клянусь, я откусила ему кусок кисти на коже. Кусок кисти, который он держал, мой сникерс. Потому что ты не ты, когда голоден. И нужно какой-то вывод сделать. Я поняла, что дети просто эгоисты обнаглевшие. Дети обнаглевшие эгоисты. Вообще особенно они невыносимы со своими истериками вечными. В магазинах вот это вот купи, 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 купи. Вот прям как в кино. Это по-настоящему. Вот они падают на пол, орут. Вот это все по-настоящему. Это просто невыносимо. Дети эгоистичные сволочи. Вы потому что не встретите ни одного пятилетнего ребенка в магазине, который скажет, да без проблем, мам, купишь после зарплаты. Нет. Такого не будет. Можно поаплодировать. Можно, да. Я в конце хочу сказать, что однажды меня дочка так выбесила своей истерикой в магазине, что я клянусь, я услышала внутренний голос. Он кричал мне, брось ее. Ты ее не любишь. В магазине полно еды и она выживет. Но максимум у тебя еще и сын на крайняк есть. Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Спасибо большое. А сейчас под ваши теплые и бурные аплодисменты я позову своего любимейшего комика. Это Родион Фельман. Давайте ему поаплодируем. Добрый вечер. Я Родион. Я работаю на заводе. Правда, я не антипрививочник. Не знаю, что там у вас против нас. Да. Ну, я токарь. Я оператор CNC. Это тот человек, который превращает группы в велезные заготовки в красивый сверкающий брак. Это мы. Да. Да, вот Дима посмеялся, он знает свой брак. Да, неважно. В общем, это, в принципе, нормальная работа, очень хорошая. Но есть одна вещь, которая меня в ней очень сильно бесит. Меня очень сильно бесит в моей работе с занозой. Я работаю с металлом, у меня занозы. И причем церковь – это очень опасное место. Оно очень опасное. Там погрузчики ездят, там краны ходят с огромными тяжелыми деталями. И крутится что-то. Смерть на каждом шагу. Можно сразу идти в туалет. Но... А я из этого страдаю от занозы. Как-то даже неприятно, некрасиво. Даже проблемы лузерские такие. Ну... Вообще, можно было бы, конечно, избежать этого всего, если я просто работал в перчатках. Но в перчатках, знаете, не те ощущения. И... Когда ты работаешь с металлом, то очень важно почувствовать кожу, прям ровную поверхность, качество, углы, все такое. Начальник, как бы, знает, если я весь день без заноза, он тоже спросит. Что-то не работал вообще, что-то занимался. Поэтому вот я так осторожно хожу пальцем по металлу. Такой высококвалифицированный специалист. Бля, все! Я обычный рабочий. Все. Уже опять. Я уже говорил, что я работаю с металлом. Поэтому моя заноза, это не вот эта ласковая веточка, которую вы себе представили. Это такой стальной кол. Стальной кол. Можно убивать вампиров. Очень маленьких. Ну... Такая гадость. Если у тебя заноза, все. Бросай работать. Начинай доставать занозу. Хуя только флизеровщикам, что у них пальцев нет, чтобы пинцет держать. У меня, конечно, с собой всегда пинцет. Само собой. Я готов к любой ситуации. Ну, не к любой. Не ношу свой презерватив. Хотя работаю на заводе. Зачем он мне? Но даже с пинцетом, это такое 50 на 50. Бывает, что заноза слишком маленькая, и у меня не получается ее вынуть. Поэтому я учусь делать такие осторожные прикосновения к станку. Утро. Это девушки. Ну... В общем, такая гадость. Неприятная. Ну, это моя боль. Это моя боль. Да. Проехали. Короче, я прям специалист с пинцетом. Я могу взять муравья, могу снять смухи крылышко. Могу поднять свою самооценку. Такое. И я, наверное, если меня выгонят с завода, я могу стать хорошим ювелиром. Или, например, радиоведущим. Потому что я уже час говорю о том, что у меня заноза. Да. Вы, наверное, могли быть хорошими психоаналитиками, потому что вы меня слушаете. Спасибо. У меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И сюда выйдет мой самый любимый комик. Это девочка. Давайте ее тепло встретим. Капитолина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здрасте. Добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ И мою тоже нашел. Назвал полиаморией и радуется. Эти трое очень странно сошлись. Изначально их было двое. Моя подруга ее парень. Ее парень просто идеальный. Он внешне очень похож на меня. Этого достаточно. Я не знаю, сколько ему лет, но я бы дала... дала. И они решили разнообразить свою интимную жизнь. Позвали общую знакомую на тройничок. А она к ним приехала и осталась навсегда. Очень странно, что им как будто бы даже не дали выбора. Могли бы меня позвать, мы все-таки друзья. Я бы не поехала, но позвать можно было бы. И меня не оставляет в покое один вопрос. Вот они решают посексить. Начинаются эти всякие прелюдии, когда двое обнимаются, целуются. Что в этот момент делает третий? Он просто лежит рядом и думает, снять ли носки с этих двух, а то как дебилы голые в носках. Или может вспоминает, как точно так же в детстве в магазине ждал маму, пока та с тетей Любой наговорится. Очень странно. Может, у них вообще какой-то поочередный график. Типа сегодня у нас саития, а у тебя посуда. Я говорю саития, потому что звери. Ну, полиаморы — это прям звери. Где взять столько раскрепощенности? Ну, я вряд ли на такое решусь когда-нибудь. Потому что, во-первых, спать с женщиной — это что? Нет, женщины прекрасны, никаких претензий к ним нет, кроме одного большого недостатка — недостатка члена. Да, я слишком гетеросексуальна для этой херни, ну, для бесхерни. А двух парней я просто физически не вывезу. Ну, если скорострелы, то, может быть, поднапрячься можно. А если они прям жесткие трахари, тогда я согласна только рядышком сидеть и смотреть. И вообще, вообще, секс как-то переоценен. Ну, приедаться начало. Мне уже вот, ну, пока нормально. Но вот я чувствую, что уже приедается. И странно от меня это слышать, да? Девочка, тебе 12. Ну, во-первых, мне 21, очко. Во-вторых, у меня есть опыт, действительно, он есть. Просто в отца я харизматичная, а в мать — шлюха. Не в свою, чья-то чужая меба проходила. Я посмотрела, подумала, классно, буду делать так же. И несмотря на то, что у меня есть опыт, у меня никогда не было серьезных отношений. А вот хочется вот этой вот сраной романтики с, господи, прости, прогулками за ручку и прозвищами тупорылыми всякими. В жопу этот ваш секс. Но если будет романтика, можно и в жопу. Все, спасибо. Молодец, молодец, мы это сейчас завершаем уже. Сейчас выйдет на эту сцену завершающий любимый комик под ваши теплые, бурные аплодисменты. Антон Куликов! Здорово! Как у вас настроение? Я знаете, что понял? Настроение сегодня такое, типа, смешная шутка. Ну смешная. Хлопать будем? Ну, смешная так, посмеемся. Вот так вы сидите, сидите, так что... И это было к тому, чтобы вы похлопали. Класс. Я сегодня не сильно хорошо подготовился, но я узнал про вертолеты, да, поэтому думаю, день не зря пройдет. Все классно. У меня есть знакомые, они живут втроем, потому что Бог любит троицу. Ну и у меня не зашла, блядь. Надо знакомых менять, да. Слушайте, мне так не нравится ходить с девушкой в магазины, знаете. Ненавижу это вообще. Ну, я боюсь их даже, правда. Она отошла, что-то меряет там. Я стою один, блядь, в этом женском отделе. Все что-то хаос, ходят кругом. Ко мне подходит продавец, говорит, вам чем-нибудь подсказать? Я говорю, да. Что я здесь делаю, блядь? Помогите мне. Мне еще бесит, она, знаете, меряет джинсы, говорит, вот принеси мне такие же, но на размер поменьше. Там было побольше, но она просит верить поменьше. Ну, она говорит, ну, возьми, принеси такие же на размер поменьше. Я выхожу, блядь, в этот отдел женский, а там тысяча таких джинсов. Ну, серьезно. Как я думаю? Ну, проще хиппи в Аль-Каиде найти, понимаете? Ну, типа, очень сложно. Я такой, а, подождите, я из России. Аль-Каида, запрещенная в России террористическая группа. А, хотя уже сейчас хуй знает, там, что-то поменялось. Там такие, типа, да, они, ребята, просто другие, да, ну, ну, что запрещенное. Я просто, что я понял? В России все, с чем не получает бороться, да, все запрещенное террористическая организация. У нас коррупция, да, бедность, насилие в семье, все запрещенное в России террористическая организация. Я, короче, еще, знаете, что не люблю, вот в этом женском отделе стоять, искать вот эти джинсы, ебучие, блядь. Ну, и люди подумают, что, ну, он, наверное, гей. Ничего страшного, да, но я не хочу, чтобы думали, что я гей, я поэтому всегда выбираю джинсы. Такой, что-то моя девушка хотела, девушка, вот эти джинсы. Что ты смотришь, блядь? Это я не себе выбираю. У меня такие уже есть. Хорошие, да. Я просто даже в женской заре работал месяц, мне тогда очень нужны были деньги, да, и страдания, походу, не знаю, блядь. Я даже тогда не ориентировался в этом женском отделе, ну, серьезно, мне заходили, говорили, где у вас топики? Я такой, так, топики, а он там, блядь. Хуй знает, что такое топики, шоу, блядь, прятался просто, сидел, ждал, пока она съебется с этого магазина, и все, думаю, ну, ты там сама крутись. Мне еще бывали подходили и говорили, а, извините, а подберите вот моей подруге лук. Я такой, а она чем-то провинилась, блядь, да? Вы очень этого хотите? Я говорю, ну, вон, фубокус, королем льва, вот этот возьмите. Она говорит, мне что, 12? Я такой, ну, не хотите, сам куплю, блядь. Можно тут я подсмотрю немножечко? О, сейчас класс будет! Ой, что, сейчас будет? Ничего себе! Я в 14 перестал верить в Бога. Прикиньте. Класс! О, класс! Да. Не, на самом деле, просто, ну, там серьезно было. Я его с должности убрал, да, с формулировкой за утрату доверия. Я его просил, ну, пожалуйста, хоть бы меня не вызвали на алгебре. И меня три раза, нахуй, вызвали. Я такой, все, нахуй, он свои функции не выполняет, он мне не нужен. Я потом начал думать, что делать с мерчом его, да, ну, с крестиком вот этим. Что делать с мерчом Бога? Я такой думаю, ну, если я не верю в Бога, наношу крестик, это какое-то лицемерие, да? Типа, если я вдруг, он все-таки существует, да, я к нему попадаю, я такой, я всегда в тебя верил, братан, да, то вот крестик носил, видишь, вот он говорит, а что за шутки такие ебаные были в мою сторону, что меня не существует, а, пидорас, ну, как вы поняли, по вот игру, что у меня Бог сидел, да? Поэтому, ну, я вообще считаю, на месте Бога я бы не хотел, чтобы люди ходили, да, носили у себя из золота на шее напоминание, да, о моей смерти, типа, смотри, братан, я твой фанат, это ты, да, в золоте, вот он, да, это ты, твой фанат, пиздец, ты крутой, короче, ну, и самое сложное было, а, во, я же в 14 лет самое ценное на шее носил, это вот крестик и ключи от дома, блядь, да, я один раз вот на службе с бабушкой был, я в конце крестик, ну, крестик не поцелал, поцелал ключ, со стороны выглядело, как типа, фу, слава Богу, не проебал, бать им пизды дал, это третий за неделю, слава Богу, я бы не знал, как бабушке сказать, у меня бабушка очень религиозная, знаете, типа, она увидела, что у меня нет крестика, она подошла, говорит, слушай, давай разберемся, ты потерял крестик или веру в Бога? Я говорю, желание с тобой разговаривать я потерял, прямо сейчас, ну, понимаете, я не мог подойти к ней и сказать, слушай, я ей до Мороза не верил, да, потому в 10 лет узнал, что это дед переодевался, может, с Иисусом та же хуйня, да, ну, вроде похож, он тоже плотник, как бы, ну, хуй знает, ну, и я, ну, не мог ей объяснить, ничего страшного, бабушка, если я попаду в рай, знаете, ну, крестик это не пропуск, там не будет охранника, который такой, да мне плевать, что ты не грешил, QR-кода нет, крестика нет, да, в рай никак, да, и, короче, мы отправились с бабушкой в крестовый поход, мне за новым крестиком, а у меня был, знаете, обычный такой крестик, какой-то там, серебряный, и мне купили золотой, я помню, я тогда это не понял, типа, мне же в наказание, я думал, знаете, купят прям вот такой, на бельевой веревке, просто, блядь, две палки заколочены, чтобы я к батюшке пришел, он такой, ну, блядь, с таким бы крестом, я бы сильно на него не рассчитывал, конечно, и сильно не рассчитывай, да, ладно, короче, недавно ехал на работу, смотрю, чувак слепой стоит, как я понял, что он был слепой, он был в футболке, знаете, я за Путина, я такой, звоночек, блядь, спасибо, спасибо, да, такой звоночек, ну, я подхожу, начал что-то говорить, а он мне начал на иврите, что-то, а я не знаю, иврит, я понял, что он не доброе утро мне сказал, не поздоровался, я хуй знает, что он мне говорит, я же не могу его, знаете, насильно, вот в этот твой автобус, блядь, может, он мне говорит как раз, я там глаза потерял, только не в автобус, блядь, не надо туда, он мне что-то говорит, говорит, я не понимаю, что он мне говорит, может, как раз он услышал, что я по-русски говорю, он такой, ой, ладно, я слепой, ты иврит не знаешь, инвалид, ебаный, не уходи отсюда. Понимаете? И я понял, я понял, короче, что, ну, сел, кинул его, думаю, ладно, разберешься сам. Главное, никто не помог, понимаете? Никто не обратил внимания, как будто все этого слепого знают. Типа, да это Аркашка, он Рэй Чарза любит, вой с тенью фильм, блядь, притворяется, не парься сильно. Я еду, думаю, блин, вот я из-за своей тупости, да, не смог помочь человеку. Хуже было, если бы ко мне глухонемой подошел, я такой, что ты там руками делаешь? Наруто, я Наруто смотрел нахуй, как с Чидори, уебало, мол, у меня все, спасибо! Спасибо большое, это был Антон Куликов, это был последний мой любимый комик на сегодня. Все мои любимые комики сегодня уже выступили, что поделать, я люблю.